Так, ну что ж, тогда наш следующий докладчик из музея Витеберязева это Сергей Феликсович Хрибар, старший научный сотрудник отдела экологии и физиологии и тема нового выступления из интерактива онлайн. Сценарные ходы. Так, надеюсь, Сергей Феликсович на связи. Нет. Так, Сергей Феликсович, вам слово. Меня слышно, коллеги? Да, вас слышно и видно. Итак, тема моего доклада из интерактива в онлайн. Сценарные ходы. В общем, если, как и предыдущие коллеги, я немножечко оглянусь назад и вот такие вот покажу осколки разбитого, надеюсь, не в дребезге, разбитого в силу коронавируса, в силу изоляции. Наш музей много, активно, разнообразно проводил самые разные интерактивные занятия с предметами, которые предполагали то, что предметы можно трогать, с предметами можно играть как в лото на карточках животные, а участникам раздаются части этих животных. Есть и загадки моря, то, что выбрасывает море на берег. И вот они соображают, что вот этот, например, предмет – это стилет морского ежа и кладут на нужную карточку. То же самое со следами лесных животных. Таких вот занятий у нас достаточно много на разные темы, здесь лишь только некоторые. Когда нужно подержать в руках, понять это от чего, от кого и положить в нужное место. И здесь, конечно, очень близкий контакт ведущего с участниками. Никакой, понятное дело, дистанции. И даже при любом самом либеральном соблюдении нынешних карантинных правил такие занятия проводить невозможно. А интерактива хочется. Вот это то, что мы утратили с закрытием музея на карантин. Экскурсии у нас тоже обычно проходили очень живо, очень биологично. И с аудиторией, которой на экране, тоже общаться гораздо сложнее. Это наши утраты. Сейчас, конечно, музей открывается, мы надеемся, все восстановится. Но в то же время, получив возможность работать в видеостудии, о которой говорила Мария Витальевна, мы приобрели некоторые преимущества. Вот, коллеги уже говорили, что вот можно показывать предметы не только фрагментами, как вот, например, здесь кусочки шкуры. Самих животных они видят на карточке, на занятии одеждой животных. Но можно показывать целиком, чуть пчелами. Также предмет можно показывать с разных сторон, с разных ракурсов. На экскурсии это невозможно. Он стоит в витрине. К нему не подойти близко. Все равно упрешься неизбежно в стекло, либо спереди, либо сбоку. Но так, чтобы со всех сторон не получается. А здесь ведущий, как он хочет, как хочет аудитория, может показать. Кроме того, сам набор предметов, это не только чучело, это самые разные фондовые предметы, у нас очень много групп хранения, но формируются под нужды каждого конкретного занятия. На экскурсии зачастую об опасных животных привлекают внимание крупные и большие животные, которые, скажем, не опасны. И, разумеется, они несколько отвлекают внимание от основной темы экскурсии. А здесь, в общем-то, под каждую тему подбирается свой набор экспонатов. И ничего лишнего. Ну и, наконец, последнее преимущество. Это повод и возможность показать фондовые предметы, которые ранее просто страшно было показывать. Но если вот здесь предметы объемной стушки приносились на оффлайн-экскурсии и показывали из рук, то вот здесь можно тоже их показывать наряду с другими предметами. Вот появилось новое занятие. О многих шестиногих такие разные насекомые. Давно хотели сделать занятие о насекомых, но классической экскурсии тут бесполезно. Насекомые мелкие, издалека не видны в зале. А в виде практического занятия тоже очень сложно проводить занятия на тему насекомых, потому что они хрупкие. И даже коллекцию сложно давать детям в руки. Тряханут и посыпятся. А здесь появилась возможность показывать вот такие вот хрупкие предметы. Или коллекция слепков следов, например, гипсовых у нас была, которые тоже мы никак не могли брать из фондов на занятия. А здесь мы берем из фондов и показываем. Как я уже сказал, что чечила тоже под определенные нужды. Чечила, модели растений, все подбирается под определенные нужды. Но чтобы такие занятия были продуктивными, результативными, важно соблюсти некоторые условия, которые, может быть, даже касаются скорее сценарных ходов. Во-первых, как уже Маргарита Михайловна говорила, мы музеи призваны показывать предметы. Поэтому очень важно продумать предметный ряд, что мы хотим показывать. Так, получается, что теперь это уже не только экспонатура, это можно назвать реквизитом. И показ здесь точно так же не менее важен, чем рассказ, как и на классической экскурсии. Предметы, которые подбираются, должны быть поблизости. Лучше, если предметы компактны. Что-то, конечно, очень большое мы можем заменять слайдами, но все-таки настоящий предмет показывать бывает интереснее для аудитории. Проводили специальный опрос участников этих занятий, и, в общем, предметы пользуются гораздо большим интересом, чем то, что показывается на слайдах. Ну, а что нельзя показать предметами, заменяется слайдами. Причем здесь очень важно подобрать формат слайда. Например, если на длинный экран 9х16, важно оставить пустой угол для ведущего. Или слайд 3х4, или квадратный слайд, и ведущий тогда размещается рядом. Ну, вот пример наших попыток, первых наших презентаций, пока еще не в фирменном стиле. Вот видите, здесь изображение несколько смещено, чтобы была картинка с ведущим. Со временем мы поняли, что ведущий может быть и более крупным планом, и может одновременно показывать и слайд, и предмет, и тогда получается, раз экран вытянутый, то картинка делается квадратной, и ведущий располагается рядом. К сожалению, вот я сейчас сам оказался в условиях дистанта, и не располагал большим количеством фотографий. Поэтому, что называется, слепил из того, что было. Вот тот же самый слайд, но уже в презентации и фирменном стиле сделанном, под стиль студии BioEphir. Еще какие условия. Начало такого вот онлайн занятия должно быть особенно ярким. Должно начинаться либо с необычного предмета, либо с необычного вопроса. На самом деле здесь ничего нового по сравнению с экскурсией, но поскольку на экскурсии пришли в новую обстановку участники, перед ними стоит живой экскурсовод, и привлечь внимание гораздо проще, чем находясь на экране и общаясь дистанционно. Поэтому здесь это правило особенно важно. Ну вот, к примеру, я не знаю, видно ли сейчас то, что я держу в руках. Держу я, к примеру, морскую звезду. И задаю вопрос. А до чего вот эта вот дырочка? Ну, большие знают, что это род для них. Это, может быть, и не самый интересный вопрос. В группе младших школьников тут не всегда... Не видно дырочка. Не видно звезду? Вот, на экране видна ваша презентация. А, только презентация видна. Да, ну ладно, тогда, в общем, поверьте мне на слово. В конце концов можно пойти иначе. Можно начать с вопроса. А какое животное ест, не помещая пищу в желудок, а выворачивая желудок? И вот задумались уже, и дальше предлагается предмет. Морская звезда. Это как раз вид, что животное. Также очень важно предусмотреть возможности и время для обратной связи зрителей. Время включенных микрофонов. Это тоже при подготовке занятия продумывается заранее. Вот, когда включать микрофон, и к этому мы еще вернемся. И, наконец, строгий регламент. Здесь, в условиях онлайн-показа, этот регламент гораздо строже. Рассказ ведущего 35-40 минут, вопросы участников 5-10 минут. Общая продолжительность 45 минут, чтобы вложился и вложил в школьный урок. Не всегда у нас заказывают занятия в рамках школьного урока. Иногда можно позволить себе большее время, но сильно затягивать тут нежелательно. Потому что, опять-таки, слушать рассказ с экрана и смотреть на экран, это более утомительно, чем обращаться вживую. Теперь о времени включенных микрофонов. В общем, таких периодов, когда участники могут говорить, хорошо, если их не меньше трех. Непрерывно держать микрофоны включенные опыт показал нерационально. Потому что кто-то ходит, кто-то шумит, начинаются посторонние звуки, очень затрудняет занятие. И чем больше участников, тем это сложнее. Поэтому микрофон, время для микрофонов выбирается определенное. В начале занятия очень важно немножечко познакомиться с участниками, задать какие-то вводные вопросы. Если, например, занятие о следах лесных животных, спросить, кто был в лесу, кто видел в лесу каких животных. И окажется, что видели мало. И дальше, почему мало? Потому что прячется. А как узнать по следам? И дальше микрофоны выключаются, и идет рассказ. В середине занятия, потому что устают к середине. Здесь тоже важно вот так выпустить немножечко пар. Когда участники уже начинают уставать, можно устроить некий момент дискуссии. То есть показать предмет, который вызывает какие-либо каверзные вопросы. Одну версию выслушать, другую версию выслушать. А почему, например, вот ход этого караеда, о котором я чуть выше рассказывал, что он всегда прокладывает ход вдоль ствола, а значит вверх. Тут почему-то он загнулся. И вот должны высказать свои точки зрения, и может быть с помощью наводящих вопросов прийти к тому, что вот дерево упало. И с одной, одна часть схода проложена до падения дерева, другая после, к примеру. То есть такой вот дискуссионный момент, который неоднозначный, который побуждает высказывать свои точки зрения. После того, как высказались, после того, как пришли, снова микрофон выключается, и мы продолжаем. И дальше, после того, как уже рассказ заканчивается, предполагается некое заключение, но ведущий не прощается, он оставляет время на вопросы. Обычно вот участники всегда пользуются довольно активно этим временем, если затягивается, затягивается чаще всего за счет вот этих вот ответов на вопросы. Ну а теперь вот еще какой вопрос. Мы говорили о том, что интерактив у нас потерялся, конечно, потому что онлайн, это вот есть интерактив. Но некоторые возможные элементы интерактива имеются. Во-первых, это ответы зрителей на вопросы. Во-вторых, ответы ведущего на вопросы зрителей, то есть зрители сами задают вопросы. Ведущий показывает экспонаты. Тоже некий такой эффект присутствия. Интерактив можно назвать пост-натяжкой, но вот здесь почему очень важно иметь живые экспонаты. И, как это ни странно, четвертый пункт у нас тоже бывает. Показ экспонатов зрителями. Вот это самое ценное. Это некий показатель успеха. Когда участники говорят, а вот у меня какая кошка, например, на занятии про одежду животных. Показали вот такую меховую кошку. Вот уже некий отклик. Они уже, получив вот такую теоретическую информацию, в них мозги напереправились практически в русло. Они стали искать того, кто рядом. О них говорилось, а вот рядом попалась кошка. В экране появляется кошка. Это всегда бывает очень интересно и здорово. Или вот говорили о скелетах животных, и вот появляется скелет морского ежа. И вот эта вот обратная связь очень дорога нам. Это вот есть тот интерактив, который вот важно сохранить, и который на самом деле очень важен вообще по жизни. Потому что мы и проводим занятия для того, чтобы участники могли смотреть на мир широко открытыми глазами. Находить в нем тоже интересное. Интересное в том, что рядом. Если так получается, это здорово. Спасибо за внимание. Если какие-то есть вопросы, то я на них с удовольствием отвечу.